Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех приветствовать, кто пришел на наш прямой эфир. Надеюсь, что сейчас еще люди присоединятся. В чате прошу всех активно работать, сейчас поставить плюсики, если хорошо слышно и видно. И прошу написать, какие города присутствуют на нашем прямом эфире. Проводим, как всегда, эфир из Ростова-на-Дону, офис Вивасан. Меня зовут Овешникова Наталья. Прошу всех задавать вопросы в дальнейшем в чате, писать их. Будет время для ответов на вопросы. Будет возможность в промежутках задать вопросы голосом и получить на них ответы. Мелисепп, Саратов. Какие еще города у нас? Воронеж, Воронежа много. Воронежа много. А как же мы тебя бросим, что? Красотка. Спасибо, Раду. Шебекина, Шебекина на связи. Ой, как хорошо, Шебекина, рада вас слышать. Спасибо большое. Да. Итак, не будем задерживать время, да, наше? Оно у нас довольно ограничено. Тема сегодняшнего эфира в какой-то степени продолжает предыдущий эфир. Вытекает, можно сказать, из него. Тема обозначена как аромапсихология. Но, конечно, мы не можем охватить всю тему аромапсихологии. Это наука. Аромапсихология – это наука. Мы сегодня поговорим о том, как эфирные масла самого высокого качества класса люкс, класса премиум воздействуют на нашу нервную систему, на психоэмоциональное состояние человека. Тема очень глубокая. Я пока попрошу всех выключить микрофоны. Прежде всего я хочу сказать о том, что запахи имеют колоссальное значение в жизни человека. Вообще обоняние – это старейшее из чувств человека. И на протяжении многих-многих миллионов лет обоняние, запахи вели по ступени эволюции всех живых существ. Ну и, естественно, человека. То есть именно запахи помогали распознавать хороший или плохой продукт для питания. Это у нас актуально и в сегодняшние дни. Запахи помогали распознавать опасность. Как много миллионов лет назад, так и сейчас. Если мы услышим запах огня или гари, это уже сигнал головного мозга об опасности. Запахи помогают нам понять, нравится нам человек или не нравится. И также запахи помогают выбирать партнера по жизни. Словом, задача запахов – помочь человеку определиться в окружающем мире. Это прежде всего выставить какую-то защиту, помочь снять напряжение. Очень много задач запахов. И здесь, конечно, мы говорим о том, что работает не только наш нос, обонятельные рецепторы, но работает и головной мозг, его лимбическая система. Она, кстати, является также старейшим отделом головного мозга. Как же молекулы ароматов попадают в головной мозг? Вначале их воспринимают наши рецепторы. Идет раздражение. Молекулы, скажем, эфирных масел, они, естественно, действуют по-другому, чем молекулы каких-то синтетических запахов. То есть эфирные масла, они открывают клеточную оболочку, мембрану и заходят внутрь. При этом открываются определенные каналы межклеточные, усиливается сигнал с помощью выработки определенных веществ. И вот этот усиленный сигнал поступает в головной мозг. И дальше уже начинается работа головного мозга. То есть в зависимости от того, какие ароматы, какие запахи, наш мозг их распознает, классифицирует, фильтрует и направляет по разным системам организма. Если мы возьмем, допустим, для сравнения синтетические запахи, они также воспринимаются обонятельными рецепторами и также идет сигнал в головной мозг. Но они не работают внутри клетки. Мало того, вот важен такой факт, что натуральные высококачественные эфирные масла, они выводятся из организма в течение трех-шести часов. За это время они успевают уже произвести определенную работу, выполнить свои задачи. И они выводятся. Если мы говорим о синтетических эфирных маслах, то запах-то мы чувствуем, он может нам и нравиться. Но компоненты синтетических ароматов, они не выводятся из организма практически. Либо выводятся очень-очень долго. И что мы в результате получаем? Мы получаем зашлакованность, да, и впоследствии это может привести к различным заболеваниям. Аллергия как наиболее атипичный пример. Так вот, эфирные масла, мы знаем, они бывают трех нот. Верхний, средний и нижний. И они по-разному воздействуют на наш мозг даже. То есть вот масла верхней ноты, ну, самые такие распространенные у нас, лимон, апельсин, к примеру. То есть вот желтенькие такие коробочки и флакончики, соответственно, имеют желтенькие наклеечки. Это летучие, очень летучие объединения. И вот что интересно, масла верхней ноты воздействуют на левое наше полушарие. Таким образом, левое полушарие у нас отвечает за умственную деятельность, да. То есть идет выравнивание процессов умственного характера. Концентрация внимания, память, обучаемость. Тонизируются таким образом определенные клетки, да, скажем так. И система начинает работать, система умственного именно вот такого направления начинает работать уже в усиленном режиме. Масла нижней ноты, зелененькие вот такие коробочки, Это масла очень стойкие, в отличие от летучих верхних нот. Это масла такие древесные, немножко может быть тяжеловатые, но они яркие. И они долго как бы, да, сохраняют свой аромат, долго его несут. Вот если они добавлены в какие-то композиции, именно они составляют базовую такую ноту. Вот эти масла как раз, они воздействуют на правое полушарие нашего головного мозга, ответственного за чувства. И масла средней ноты, вот такие розовато-сиреневые коробочки и наклеечки на флаконах. Это масла средней ноты. Это масла, которые уравнивают верхнюю и нижнюю ноту и гармонизируют, скажем, да, всю систему. В основном мы говорим о них как о маслах, воздействующих на гормональный фон. Ну и не только. Каким образом применяем мы эфирные масла? То есть мы сейчас говорим о восприятии мозгом, да. Это прежде всего обоняние и далее головной мозг. Значит, это у нас работают холодные ингаляции. Холодные, горячие могут быть, да. Ну, прежде всего, если человек в относительно, ну, как бы здоровом состоянии, там, без температуры, скажем, не грипп, да. Просто мы говорим о психоэмоциональном состоянии, которое надо выровнять. То это холодные ингаляции. Это у нас работает аромодиффузор, может работать аромалампа. Также мы получаем эффект от ароматов, когда мы делаем массаж. Все равно массажи с эфирными маслами, со смесями, в которые входят эфирные масла, это не только воздействие через кожу на наше тело, но мы также вдыхаем эти ароматы. Соответственно, мы получаем сеанс аромотерапии. Это может быть массаж всего тела, это может быть массаж отдельных точек, рефлекторных точек стоп наших. Великолепно работает, и мы также получаем сигнал на обаятельные рецепторы и в головной мозг. Это может быть аромакулоны, использование наших аромакулонов. Это может быть просто капнуть на руку, как я говорила раньше, растереть и подышать. Можно на салфетку, то есть любые виды вдыхания эфирных масел. Что еще мы используем? Мы используем ванны с эфирными маслами. И вот сейчас я хочу особое внимание уделить этому методу. Часто мы считаем, что это баловство. Многие люди так считают. Принять ванну с эфирным маслом – это уже какое-то там баловство. На самом деле это процедура, которая погружает нас в совершенно особый мир. И когда мы готовы к такой процедуре, мы должны вообще настроиться на нее, настроить себя на это. Это колоссальное удовольствие. Нам не должно ничего мешать, ничто отвлекать нас не должно. Ванна принимается 15-20 минут. И количество масел, конечно, там дозированное. Может быть, 7 капель, 8 капель на ванну. Иногда врачи допускают и большее количество. Просто здесь уже мы подходим индивидуально. Естественно, на эмульгатор. И вот когда мы принимаем такую ванну, у нас проникновение также идет. Не только через кожные покровы попадают молекулы эфирных масел в лимфу и кровь. Но мы также вдыхаем эти ароматы. Даже если они нам кажутся слабыми. Это первое такое вот ощущение. На самом деле этого более чем достаточно для нашего головного мозга. 15-20 минут. И вы можете либо релакс полный получить вечером, либо утром взбодрить себя. Привести в тонус, если вы чувствуете разбитость или усталость. И что я хочу еще напомнить, что после принятия ванны с эфирными маслами мы не вытираемся. Мы даем телу высохнуть. Но опять же вернемся к моментам психологии, психоэмоциональных состояний. Я сейчас вот хочу сказать, что есть определенные наработки клинические наших коллег из Швейцарии. И сейчас я попрошу вас взять ручки, блокноты и записать то, что вам покажется интересным и важным. При каких состояниях мы используем те или иные масла. Прежде чем перейти к этому разделу, я хочу задать вопросы. Все ли вам понятно? Поставьте плюсики. Так, ну, не вижу тут. Видимо, всем все понятно, да? Понятно. Всем все понятно. Вот кто дослушает мой эфир до конца, еще хочу сказать, что от меня будет небольшой вам такой подарочек с рецептами от Сильвия Фригали. А сейчас переходим к конкретике уже, да? При каких состояниях работают те или иные масла. Что мы используем? Если есть состояние нервозности, да, то есть что-то нас вывело из себя. Мы используем следующие эфирные масла. Апельсин, лаванда, шалфей мускатный, нероли, розовое дерево, базилик и есть у нас композиция «Расслабься». Вот при нервозности в первую очередь мы используем вот эти масла. Вы можете их пронюхать и определить, какое из этих масел или какие из этих масел вам больше всего нравятся. И если вы нервничаете, пожалуйста, подышите несколько минут этими маслами. Если у человека есть какого рода неуверенность в своих силах, в своих действиях, здесь нужны следующие масла. Тимьян, эвкалипт, розмарин, лимон, перечная мята, гвоздика хорошо работает, можжевеловое масло. Кому-то больше подходят пихта, нероли или роза. И композиция «Взбодрись». Есть у нас такая композиция, она у нас в виде спрея. Вы можете брызнуть на салфетку подышать, вы можете в воздух брызнуть, тоже будет по существу сеанс ароматерапии. Вы можете на одежду брызнуть. Порой мы встречаемся с таким состоянием, как агрессия. Чем мы можем помочь в этом случае себе или другому человеку? Какими маслами? Прекрасно работает фенхель, нероли, иланг-иланг, лаванда, жасмин, герань. Как вы видите, масла средней ноты здесь работают. Также розовое дерево, лада, апельсин и сандал. Бывает у человека, вот в прошлый раз мы говорили на прошлом эфире о депрессии. И я говорила, что есть разница между стабильным состоянием депрессии и кратковременным состоянием какого-то уныния или печали. Когда у человека подавленное настроение. Мы все знаем, что у нас масло номер один – это апельсин. А что же помимо апельсина может поднять человеку настроение? Это лимон, мелисса лимонная, мята перечная, нероли и роза. Вы можете их чередовать, вы можете их вместе использовать, вы можете в диффузор несколько капель накапать. Пожалуйста. Часто сталкиваемся сейчас ввиду различных обстоятельств с раздражительностью. Какой-то незначительный может быть фактор, который вводит человека в состояние раздражения. И тогда мы используем следующее – апельсин, лаванду. Вот вы видите, эти масла очень часто используются. Жасмин, нероли, роза, пачули. И такие масла, как фенхель, тмин и ладан. Мы говорили о том, что нам порой нужно себя тонизировать, ввести в состояние бодрости. И здесь на самом деле довольно большой спектр масел, которые мы используем. Да, который мы используем. То есть это у нас и розмарин, и масло мяты, и масло лимона прекрасно работает. И масло тимьяна, гвоздики, можжевельника. И есть обратное состояние, когда нам нужно, наоборот, успокоиться, снять с себя какой-то блок, расслабиться. Это может быть та же ванна или просто подышать. И это те же самые масла, и апельсин, и лаванда, и розовое дерево, жасмин, роза, марокканская, мелисса, пихта, ладан, пачули великолепно работает. Ну вот сейчас мы рассмотрели основные состояния психоэмоциональной сферы, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно. Но бывают случаи, когда есть специфические такие моменты, и, конечно, здесь эфирные масла оказывают просто неоценимую помощь. Мы не кидаемся сразу в аптеку за какими-то фармпрепаратами, скажем так, какого-то седативного, угнетающего порой даже действия. Потому что от эфирных масел мы не получим ни одного побочного эффекта. Допустим, есть такое состояние, анорексия нервозная. То есть это страх, редкий довольно-таки случай в повседневной жизни. Это страх набора веса, когда человек начинает даже отторгать пищу в дальнейшем. На самом деле с таким состоянием работают, конечно, психологи и психиатры. Это уже заболевание. Но здесь нам помощь также оказывают эфирные масла. Фенхель, тмин, базилик и розмарин. Поэтому если вы в своей практике вдруг столкнетесь с таким случаем, вот имейте это в виду. Есть состояния, о которых человек не часто даже, в которых человек даже не часто дает отчет самому себе. Например, это какое-то разочарование в ком-то или в ком-то. И здесь также помогают эфирные масла. Лимон, апельсин, роза и иланг-иланг. Вот основные эфирные масла, которые мы используем в данном случае. Если человека мучает даже порой, такое состояние, как ревность. Вот интересно, да? И здесь и в этом случае мы говорим, что просто силой воли, каким-то внушением, еще чем-то. Здесь сложно помочь, да? Здесь опять же идет длинная работа, скажем, того же психолога, психотерапевта. Но в помощь опять приходят и очень быстро эфирные масла. Это прежде всего масло розы марокканской и масло герани. То есть уже проанализировав довольно много случаев использования эфирных масел для нормализации нашего психоэмоционального состояния, мы видим, что эти масла, аромотерапия в данном случае, она приводит человека в состояние баланса, гармонии. Сейчас вот я хочу еще такой вот момент оговорить. Мы ведь работаем с большим количеством людей. Человеческий фактор никто не отменял. Бывает, мы сталкиваемся с каким-то негативным настроем. Бывает, у нас какой-то негативный настрой. Мы тоже люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Поэтому если вдруг у нас вот идет какое-то неприятие людей или ситуации, что мы используем? Мы используем масла апельсин, нероли, гвоздика, можжевельник, роза марокка, лимон, кимьян. И если вот какой-то негативный настрой, это, скажем, вот резкое такое состояние, то у нас есть люди, которые какие-то свои настроения, они прячут в себе. Но если мы углубимся поглубже, либо в себя, либо в разговоре с другим человеком, может, близкие наши, друзья, мы можем понять, что одна из черт, вообще пароль даже характера человека, есть такая, как обидчивость. То есть это, конечно, очень восприимчивая, чуткая нервная система, лоббильная называется, да. И вот обидчивость – одна из свойств характера таких людей. И тогда, чтобы уменьшить вот эти проявления этой обидчивости, чтобы она не доставляла дискомфорт, мы используем масла лаванды, апельсина, нероли, жасмина, розы и ладана. Казалось бы, наверное, вот если слушают нас люди или будут слушать в записи, люди, которые не сталкивались так глубоко с ароматерапией, с эфирными маслами, для них это может показаться странным, все, о чем я сейчас говорю. То есть понятно, когда нужно привести себя в водрое состояние или расслабиться. Вот это два таких пункта, которые людям обычно понятны. Но прорабатывание каких-то комплексов, страхов, настроений, черт характера, вот о которых я сейчас говорила, да, вот это порой людям непонятно. То есть это глубокая работа уже психологическая, вот аромапсихология. Но я хочу сказать, что мы основываемся, опять же, на опыте применения масел самого высокого качества нашими европейскими специалистами. И прежде всего это Швейцария, да. Мы говорим о лидере в ароматерапии. И там эфирные масла используются медиками уже на протяжении многих-многих-многих десятков лет. Есть какие-либо вопросы? Сейчас я хочу послушать ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Вопросов нет? Вообще нет вопросов? Всем все понятно? Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот негативное отношение к человеку. Мы используем там апельсин, нейроли. А при нанесении этих масел на себя, на других людей, это также будет влиять? Они также как бы будут уменьшать свои негативные отношения? Конечно, конечно. Ну вот, смотрите, вы можете подключить действия аромадиффузора, если в помещении у вас он есть на данный момент, да. Ну, может быть, в офисе, на работе где-то, да, где большой поток людей, люди разные, с разными настроениями, и проблемы могут разные возникать, естественно, которые влияют на настроение людей. Да, естественно, и люди также будут получать эффект от эфирных масел, да. Ну, давайте тогда, если пока нет вопросов, сейчас еще кое-что могу вам рассказать. Если у человека есть стойкое чувство одиночества, то есть он, человек, находится в дискомфорте сам собой, его это одиночество не устраивает, да, ему тяжело в этом состоянии. Какие мы используем эфирные масла? Это иланг-иланг, жасмин и пачули. По выбору, естественно. Если у человека есть чувство, ощущение беспомощности в той или иной ситуации, не может он найти выход из какого-то создавшегося положения, да. В этом случае помогут масла лимона, можжевельника, гвоздики, базилика, пихты, тимьяна. Есть в психологии еще такое понятие, как блокады, блокады психологические. То есть человек блокирует у себя глубоко внутри какие-то свои, скажем, страхи, комплексы, какие-то ситуации, которые идут, ну, порой даже с детства, да. И вот эти, чтобы снять эти блокады, чтобы человек смог решить какие-то вопросы сегодняшнего дня, да, уже, а блокады эти мешают, да, но человек может даже, это может быть даже где-то на подсознательном уровне, то мы используем в этих случаях, смотрите, какие масла. Базилика, гвоздики, розмарина, можжевельника, тимьяна, пихты. Естественно, вот смотрите, опять мы сейчас поговорим с вами о том, как мы применяем эти эфирные масла, да. Понятно, методы у нас ингаляции любого рода, да, аромаванны мы делаем, допустим, по рефлекторным точкам работаем. Это все понятно. Но я хочу сказать, что у нас бывают как сиюминутные какие-то состояния, и нам достаточно поработать с эфирным маслом один раз, скажем, чтобы поднять себе настроение, да, или расслабиться, или снять какой-то негатив, там, допустим, да, стресс какой-то, и это вот разовое применение. А бывают состояния, вот о которых я сейчас говорила, глубокие такие, сложные, которые нужно прорабатывать длительно, и, соответственно, там нужно проводить курс, вот аромотерапевтических таких ингаляций, да, использования эфирных масел. Это вот касается и блокады, там, допустим, да, и обидчивости, к примеру. Сейчас вот еще я хочу сказать, что острые состояния у нас тоже интересные бывают, то есть не просто вот поднять настроение или расслабиться, или поднять стресс какой-то, а бывает доходят стрессовые состояния даже до истерик. И в этом случае тоже мы не кидаемся за какими-то таблетками, а используем эфирные масла. Ну, истерик каких? Вот бывает ситуация доводит человека либо до истерического смеха, либо до истерического плача. И в этом случае наша палочка-выручалочка – это шалфей мускатный, жасмин, нироли, розовое дерево. А если вдруг мы сталкиваемся с какой-то острой стрессовой ситуацией, и надо срочно снять этот стресс, да, здесь нам помогают апельсин, лаванда, жасмин, шалфей мускатный, нироли, лада, розовое дерево. Стрессы, к сожалению, сейчас участились у нас, да. То есть стресс, он тоже отличается от нервозного какого-то состояния. И опять же мы говорим, что бывает это разовый какой-то стресс, да, ситуация, а бывает длительное стрессовое состояние. И там, конечно, уже эта работа с эфирными маслами не один день. Это нужно понимать. И так же мы, бывает редко, но можем столкнуться с таким состоянием, как шок. Скорее всего, это какая-то шоковая информация, ну или, да, какая-то шоковая ситуация. Тоже бывает в наше время, мы живем в такое сложное время. И вот при остром таком шоке быстро прийти более или менее в стабильное состояние помогут масла лаванды, нироли, лимона, мяты перечной, розмарина и тимьяна. Вот что-то из этих масел, скажем, я всегда посоветую иметь тем, кто у нас за рулем. Бывают разные ситуации на дорогах. И, конечно, эфирные масла оказывают неоценимую помощь. Всем все понятно? Может, есть какие-то вопросы сейчас? А как больше рекомендуете использовать вот в таких состояниях именно какой из методов? Стрессы? Да, при стрессах. Какой метод лучше использовать? Применение методов. Я поняла. Значит, если у вас с собой есть флакончик эфирного масла, значит, это можно его открыть и несколько минут подышать. Естественно, если человек за рулем, то нужно сделать остановку, припарковаться. Это понятно. Это вдыхать, вдыхать, но глубоко и как бы чтобы это было не в салоне просто автомобиля, там запах где-то, да, а именно близко к лицу. Или вот, как я говорила, капнуть либо на ладошку растереть и вот так вот подышать несколько минут, либо можно на пульс капнуть и растереть и вот так подышать. Ну, удобнее ладошки у лица держать, да, вот таким образом. Есть у нас еще спрей «Расслабься». Если это, конечно, не шоковое уж совсем состояние, а просто нервозное, то можно использовать этот спрей, да, тоже на салфетку и подышать. Смотрите, если буквально шок, то, конечно, там уже просто вот так подышать, наверное, будет маловато. Если есть возможность, конечно, ну, это не всегда, там ситуации разные бывают, но если есть возможность снять сильный стресс и шоковое состояние, также помогает легкий такой массаж живота и области солнечного сплетения с эфирными маслами. Массаж живота по часовой стрелке. Но это, как говорится, должны быть соответствующие условия, то есть должна быть какая-то база, либо крем, либо масло, что-нибудь, любое, что есть под рукой, куда-то, 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 эфирное масло или несколько эфирных масел и произвести вот так. То есть в домашних условиях это, конечно, проще. Еще? Здравствуйте. Да, есть вопрос. Здравствуйте. Скажите, есть ли рекомендации по применению эфирных масел при панических атаках? Ну, панические атаки, значит, опять же, есть момент, когда мы работаем сегодня и сейчас, наступила паническая атака или человек чувствует ее наступление, да. Это прежде всего те масла, которые работают еще и с сердечно-сосудистой системой, да. Вот. Из самых простых это апельсин, лаванда, мелисса лимонная и мята перечная, да. Они улучшают и проводимость сердечной мышцы, потому что паническая атака, она напрямую приводит к сбоям в работе сердца, и это может произойти очень быстро, и человека накрывает, да. Хорошо работает также ладан, хорошо работает сейчас уже, вот, не знаю, в моей практике я пробовала, и мне понравилось действие сандала. А также, вот, забыла еще сказать, роза-моробка и нироли. Спасибо большое, потому что очень много людей сейчас жалуются вот на такие проблемы, постковидный синдром так называемый. Ну, вот, опять же, я говорю, если мы работаем уже, человек неоднократно с этим столкнулся, да, с проявлением панических атак, и мы сейчас говорим именно об эфирных маслах, порекомендуйте вот тот самый массаж живота, о котором я сейчас сказала. Массаж живота по часовой стрелочке и область солнечного сплетения. Благодарю, спасибо большое. Курсом, ну, более или менее регулярно поделать, да. Еще какие-то вопросы? Вот, смотрите, я думала, что будет такого рода вопрос, но пока не вижу. Как работаем мы с детьми, да, потому что дети у нас сейчас все и тоже довольно нервные. Очень большая загруженность детей сейчас, и нервная система их страдает, да. То есть мы сталкиваемся и с истериками, и с умственным перенапряжением, и с нарушениями сна порой, да. И бывает и с агрессивными состояниями детей. Значит, прежде всего у нас есть детские масла, да, которые мы используем с детишками. Ну, я не говорю там о грудничках, я говорю уже о детишках постарше, да, 5 лет и постарше, особенно школьный возраст, да. Это мы используем эфирные масла, лаванды, апельсина, лимона чаще всего, розового дерева, нироли и ладана. Вот эти масла, пожалуйста, применяйте в своей практике, в работе с детьми. То есть дома это, конечно, аромадиффузор, аромалампа, если нет диффузора, но я рекомендую приобрести диффузор. Что еще? Ванны. Вот что касается ванн. Деткам можно делать ножные ванночки с эфирными маслами, обычно им это нравится. Деткам можно делать массажики легкие с эфирными маслами в домашних условиях, да. Деткам можно, скажем, что еще? Ну, если мы говорим о ваннах, да, в принципе, можно деткам постарше, скажем, особенно использовать и ванны общие такие, да. Но здесь мы уже, конечно, количество капель ограничиваем, уменьшаем их, естественно, где-то раза в два. Да, и это точно. А то и в три, если еще младше детки. И в основном, конечно, это вот те масла, которые я перечислила. То есть мы не затрагиваем из масел нижние ноты, мы используем вот ладом, да. Можем пихту, да, пихту еще можем использовать. А из масел, в основном масла верхние ноты какие-то у нас идут. Здесь можно и вот лимон, апельсин, ну, мяту мы реже, конечно, используем, и мелиссу там тоже реже. Вот, ну, эвкалипт можем подключать, да. А, Наталья, вот такой еще вопрос. Скажите, а какие эфирные масла можно использовать, ну, так скажем, для семьи? Такие есть эфирные масла, семейные эфирные масла, которые, допустим, собралась вся семья, вот, в субботний, воскресный день или вечер использовать? Верно. Сочетание этих эфирных масел. Опять же, с какой целью? По психологическим и эмоциональным аспектам? Что мы хотим для семьи? Или, допустим, ну, вот, допустим, да, для обстановки, для гармонии в семье. Это первый вариант. Второй вариант, например, в период сезонных эспираторных заболеваний. Вот давайте два таких момента. Жанет, я поняла, но сегодня у нас, как бы, тема – это психоэмоциональное состояние, да, о физических и прочих моментах физиологии мы говорили в предыдущих наших эфирах. Вот, поэтому, вот, чтобы было спокойствие в семье, чтобы было хорошее настроение, мы используем вот те масла, о которых я уже говорила, да, то есть, что нам нужно для хорошего настроения, да, чтобы убрать какие-то моменты, скажем, ну, негативного плана, они могут быть разные у разных членов семьи, да, и чтобы это подходило и детям, и взрослым, да, это прежде всего апельсин, лаванда, лимон не всем нравится, поэтому здесь уже индивидуально, ну, вот апельсин и лаванда, как правило, нравятся всем. Очень хорошо работает композиция купания среди лесов, как правило, тоже нравится всем, буквально. Ладан не всем может подойти, роза не всем может подойти, можно добавлять, скажем, капельку масла нероли, оно в композициях очень хорошо сочетается вот с другими маслами. Спасибо. Еще вопросы есть? Вот здесь пишут, не генол помогает при атаках, но у нас релаксинопаник используется, мы сейчас, у нас тема ароматерапия, то есть мы сегодня говорим только об эфирных маслах, какова их помощь, каково их действие в тех или иных ситуациях, какова их работа с центральной нервной системой. Раз вопросов у нас больше нет на нынешний момент, я обещала в конце прямого эфира дать некоторые рецепты от Сильвио Фригали, владельца завода «Элексан Ароматика», и сегодняшние рецепты будут у нас для хорошего сна. Я сталкиваюсь с тем практически каждый день, в степени люди жалуются на нарушение сна. Что-то здесь коллега головой качает. Есть у нас, конечно, композиция эфирных масел, да, «Крепкий сон», там уже все сбалансировано, но в принципе мы можем использовать моноароматы, часто нам нравится поставлять самим композиции. И смотрите, вот такие рецепты, запишите, пожалуйста. Если мы используем аромолампу, это две капли масла апельсина, 7 капель масла лаванды и 2 капли пачули. Вот такой рецепт. В принципе, это на довольно большое помещение, то есть мы используем вообще 2 капли эфирных масел на 5 квадратных метров помещения в аромолампе. Если здесь большой состав получился, если у вас помещение меньше, делите на 2. Если мы используем аромодиффузор, здесь концентрация масел должна быть больше, чем в аромолампе. 4 капли апельсина, 1 капля жасмина и 2 капли пачули. Великолепный рецепт. Вы включаете аромодиффузор, и он у вас работает несколько часов. Если мы все-таки хотим побаловать себя арома в ванной, мы берем, конечно, эмульгатор, чаще всего морская соль, ну или другая соль, если нет морской. Можно молоко использовать. И такая смесь рекомендуется. 3 капли масла апельсина, 1 капля масла нироли, 4 капли масла лаванды и 2 капли иланг-иланга. Большая такая композиция, но здесь допустимое количество эфирных масел. Напоминаю, что при принятии арома в ванной температура должна быть 36-38 градусов. Принимаем мы ее 15-20 минут, не больше. Область сердца мы не погружаем. После принятия арома в ванной мы не вытираем тело. Оно должно высохнуть. И для массажа смесь 50 миллилитров базового масла. Туда, ну то есть чаще всего мы берем органа, либо наши масла жужеба или авокадо, как вам нравится, как вам удобно. Если нет, значит берете другое базовое масло. Просто нужно понимать, что оно не впитается. Кожа будет... Желательно с эфирными маслами не вытирать потом кожу, понимаете? То есть здесь, конечно, мы рекомендуем наши базовые масла. На 50 миллилитров базового масла добавляем 3 капли апельсина, 1 каплю нироли и 1 каплю жасмина, 4 капли лаванды, 1 каплю пачули. И это легкий массаж живота и области солнечного сплетения по часовой стрелке. Буквально 2-3 минутки. Вот такие рецепты. Спасибо всем. Если вопросов не будет, значит, я прошу вас о следующем, когда будет подготовлена запись Игорем и выложена. Я прошу вас, тех, кто прослушал и кто еще прослушает, если вы будете людям предлагать прослушать эту запись, это ваша благодарность мне. Прошу оставлять там комментарии, чтобы... Ну, это всегда интересно. Если будут вопросы в комментариях, тоже будем отвечать на них. То есть с прямым эфиром работа продолжается. Прошу приглашать ваших людей, знакомых, коллег, может быть, там, по работе, друзей, родственников. Прошу приглашать в наш чат по прямым эфирам, чтобы было проще им получать информацию, получать ссылки на наши прямые эфиры, получать информацию по темам прямых эфиров. Таким образом, как бы, вот это тоже ваша благодарность мне за работу. Наталья просит повторить первый рецепт. Первый рецепт для хорошего сна – аромалампа. Две капли масла апельсина, семь капель лаванды и две капли пачули. Но учитывать, что нам нужно две капли на пять квадратных метров помещения. То есть вот если там меньше помещения, значит, уменьшите количество, ну, там, в два раза, допустим, если помещение небольшое. Наталья, извините, пожалуйста, а вот базовые масла, которые органы, ЖЖБ авокадо, мне не очень понятно, они как раз хорошо будут впитываться? Хорошо впитываться, не оставлять жирной пленки на теле, да, потому что, когда делают массаж жирными маслами, вот массажисты, да, там хорошие масла тоже базовые, но они работают только на поверхности кожи. С ними удобно делать массаж, и они улучшают, ну, как бы, состояние, может быть, верхних слоев кожи, да, своеобразный уход. Но больше они работают именно как удобные масла для массажа, руки по ним скользят. Более глубокого действия они не оказывают. И потом, конечно, это все протирается, прежде чем одеть одежду. Это все вытирается. А когда мы работаем с эфирными маслами, мы не должны эту смесь убирать с поверхности тела, понимаете? Вот в чем дело. Да, за какое-то время они уже проникнут внутрь, да, они проникнут, попадут в глубокие слои кожи, в кровь, в лимфу, но и они все равно еще какая-то часть остается на поверхности и продолжает работать дальше. И вот наши базовые масла, они дают возможность не вытирать тело. Вот так же, как после ванны, мы не вытираем тело, эфирные масла продолжают свою работу. Так и здесь. Понятно, спасибо. Вы можете сразу буквально одеваться, вот жирной пленки на теле не будет, а действие будет продолжаться. Наталья, можно спросить? Да, конечно. Ну вот, например, когда работа связана с таким определенным напряжением, где нужна именно концентрация внимания, и в то же время, чтобы не возник невроз у тебя внутри, что можно капать в аромакулон? Потому что, ну как бы, вот допустим, нет возможности диффузор поставить или там аромалампу, а ты ходишь с аромакулоном. Что можно капнуть в аромакулон? Чтобы не быть, как называется, в гармонии, да, с самой собой, вот, чтобы ничто нас не вывело из равновесия, чтобы мы свою мирную систему держали в балансе в таком. Для укрепления слова нервной системы мы используем масла эвкалипт, тимьян, лаванда, нироли, роза, оживельник, ладан. Вот это для укрепления нервной системы, скажем так. Можно, в некоторых случаях, можно и лимон. Можно сочетать пару масел в одном аромакулоне. Спасибо большое. Наташенька, добрый день, можно еще вопрос один? Давайте. У ребенка обветрились губы и пошли мелкие прищечки. Вот чайным деревом эфирным можно наносить? В принципе, мы говорим о том, что чайное дерево у нас можно использовать в чистом виде, включая даже слизистые. Ну, мы не слизистые, допустим, глаз, конечно. Да, можно, но опять же мы говорим, какой возраст ребенка, если это совсем маленький ребенок. 15 лет, 15 лет, Наташенька. Это уже взрослый. Это уже взрослый, конечно, возраст. Да, конечно, можем. Все, спасибочки. Спасибо большое всем за участие. Благодарна, благодарна за вопросы. Надеюсь, что польза есть от этого мира. Будете в дальнейшем использовать информацию. Спасибо, Наташечка, спасибо. До встречи в следующем прямом эфире информации. Спасибо большое, Наташа. Спасибо, было очень интересно. Всего доброго. Спасибо, спасибо большое. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.